Что могу сказать, что очень нас настораживает, это то, что все более и более растет процент числа ВИЧ-инфицированных в нашем Каннском районе. В Каннском районе за прошедший период этого года, за 6 месяцев, уже 9 человек. Причем разброс, то есть практически весь район поражен. И Большая Урия, и Оставки, и Рудяной, и Сотникова, и Анцирия, и Новый Путь, и Брашна, и Тарай. То есть во всех практически населенных пунктах Каннского района уже регистрируется ВИЧ-инфекция. Что еще я могу сказать по поводу этого? Что не может не настораживать тот факт, что все больше и больше женщин, ВИЧ-инфицированных женщин, проживающих в городе Каннске, в Каннском районе, рожают нам детей. 178 человек за период наблюдения с 1997 года родили ВИЧ-инфицированных детей. В этом году мы лабораторно подтвердили ВИЧ-инфекцию у двух подростков. Они относятся к детям до 18 лет. Заражение в обоих случаях произошло при употреблении, к сожалению, психоактивных веществ, то есть наркомании. Но это у нас дети. Что можно еще сказать? Что 442 человека из тех, кто у нас зарегистрировано, зарегистрировано в городе Каннске 1200 ВИЧ-инфицированных. Это лабораторно подтверждено. Сами можете сделать анализ, то есть вывод, который говорит нам Всемирная организация здравоохранения, что на территории Российской Федерации это число нужно минимум на два умножать, для того, чтобы определить истинное положение дел по территории. Поэтому получается порядка 2400 на наши 120 тысяч каждый 50-й житель города Каннской и Каннского района ВИЧ-инфицированных. Все это не было бы столь печально, если бы мы с вами определенно не знали, что жить им отпущено, если они не обращаются за медицинской помощью. Я вот сейчас хочу сказать, что кто получает лечение, то есть кто имеет, будем говорить, шансы на жизнь в дальнейшем. Так вот, если они не будут обращаться за медицинской помощью, эти люди, как бы тоже это надо донести до наших жителей, то, особенно ВИЧ-инфицированных, то они имеют возможность прожить не более 10-12 лет. После этого летальный исход. Ну, ты прикиньте, что в городе Каннске и Каннском районе через 8-10 лет, ну, каждый 50-й будет умирать только от ВИЧ-инфекции. О какой демографии в целом можно говорить? Ну, что касается, я начал про лечение, у нас 424 человека, ну, будем говорить, это треть, да, от того, кто должен был получать. Сейчас мы готовы лечить всех, у кого выявилась ВИЧ-инфекция. Независимо от того, какая стадия, сколько у него иммунных CD4-х клеток, мало или много, есть ли у него клиника или нет, мы все равно будем его лечить. Это, значит, практика, которая применяет Запад, западные страны, и в результате они снизили уровень заболеваемости, то есть и смертности от ВИЧ-инфекции практически в два раза. У нас в Российской Федерации, если и есть тенденция к снижению, то она очень мизерная. Очень мизерная. Но если говорить о Красноярском крае, то последние цифры регистрируемых иммуноблотов, это подтверждающая реакция на ВИЧ-инфекцию, это Красноярский центр СПИД, зашкаливает за 40 тысяч, уже 40 тысяч 150. Ну вот прикиньте, это то, что мы выявили в Красноярском крае. В Красноярском крае сколько у нас жителей? Три миллиона. Из них 40 тысяч, это опять-таки каждый 80-й. А если мы еще это и увеличим в два раза, то есть не 40, а 80 тысяч в Красноярском крае ВИЧ-инфицированных, то еще больше. То есть мы вроде как и не самые плохие для Красноярского края, но наша территория, я же говорю, то, что мы все-таки гораздо крупнее, ну за исключением, может, Ачинска, Норильска, Минусинска и других таких крупных городов, то мы, конечно, будем говорить в лидерах, в пятерке лидеров по регистрации ВИЧ-инфекции и по количеству состоящих на диспансерном наблюдении, и по количеству получающих лечение. Самое печальное все-таки то, что пока не федеральные власти, не слышат ни краевые, не слышат вот этого вот тревожного звонка, который мы сейчас с вами сказали. То есть то, что произойдет через 8-10 лет. А нужно уже сейчас принимать максимальные меры по профилактике, для того, чтобы не допустить огромные смертности через 10 лет. Но на сегодняшний день в городе Канске, ну если будем играть Минусинск, Ачинск, там созданы филиалы центра, центра СПИД. То есть выделены специальные люди, которые ежедневно занимаются профилактикой, занимаются работой с населением, занимаются, будем говорить, расследованием случаев. Вот. И, будем говорить, детально прорабатывают все аспекты профилактические ВИЧ-инфекции. У нас в Канске, как я не бьюсь, а я уже 25 лет в Канске работаю, и сколько раз я не поднимал на уровне края этот вопрос о необходимости создания вот такого, будем говорить, филиала центра на нашей базе, мы не можем этого добиться. Хотя все для этого есть. Есть врач-эпидемиолог, который знает работу. Есть врач-лаборант, который проводит исследования, есть лаборатория, есть врач-инфекционист, который назначает лечение. Что нужно? В принципе, ничего. Просто административное какое-то решение.